И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Это наша земля. Это были местные силы самообороны. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины. Я не думаю, что у кого-то было желание, понимаете, все это разворачиваясь в какой-то мировой конфликт. Кто-то сознательно и подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. У 2008-му, после Грузинской войны, Володимир Путин доводил, Крим украинский, а Россия не претендует на півостров. Крим не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Там внутри общества, в Крыму, происходит сложный процесс. Проблема крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. Обещал Путин не бряскати зброей в Крыму и за три месяца до анексии. Возможно ли даже гипотетически ситуация, в которой вы также будете защищать интересы русскоязычных жителей Крыма, скажем, возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Будем дальше продолжать бороться за равенство прав. Это относится ко всем государствам. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашки и вводить войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может. А от уже в березні 2014-го з'явився легендарный мем, их там нет, когда Путин заперечивал, что российские войска проводят спецоперацию в Крыму. Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму в форме, очень похожей на российскую форму военную. Это были российские солдаты. Посмотрите на постсоветское пространство. Но они еще прямо так... Полно формы, которая похожа на форму... Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Мы россияне. Силы самообороны. У квитні 2014-го пояснения Путіна кардинально протилежні. Виправдання військового вторгнення у Крым стандартное. Треба захистити російськомовное населення півострова. Угрозы в отношении русскоязычного населения были абсолютно конкретными и осознанными. Именно это побудило народ Крыма, граждан, которые там проживают. Задуматься о своем будущем. И обратиться к России за помощь. У диях Росії Путін не бачить порушения международного права. А зелені чоловички, яких президент уже визнав російськими військовыми, просто захищали кримчан від хаосу. Это факт. Мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Но не для того, чтобы кого-то заставить текло север. Это невозможно сделать. А для того, чтобы не допустить кровопролития. У 15-му році глава Кремля розповів, що особисто приймав рішення про анексію. Усі розпорядження дав вранці 23 лютого, після того, як всю ніч з-підлеглими рятував Януковича. Я всем моим коллегам, а їх було четверо, сказав, ситуація розвернулася таким образом на Україні, що ми винували начати роботу по возврату Крима в состав Росії. Потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживаются, на произвол судьбы, под каток националистов. И поставил определенные задачи. Сказал, что и как мы должны делать. Передбачити, как развиватимуться події, было неможливо. Тому Путін заявил, что був готовый застосувати навіть ядерную оружие. Означає ли то, что вы сейчас говорите, что мы привели в состояние боевой готовности и наши ядерные силы? Мы готовы были это сделать. Я же разговаривал с коллегами и говорил им прямо, я же тоже, как вам сейчас говорю, открыто совершенно, что это наша историческая территория. Там проживают русские люди. Они оказались в опасности. Мы не можем их бросить. Не мы совершили госпереворот. Это сделали националисты и люди с крайними убеждениями. Вы их поддержали. Но вы где находитеся? За тысячи километров? А мы здесь? Это наша земля. Вы за что хотите там бороться? Не знаете? А мы знаем. И мы на это готовы. Напередодні президентских виборів у Росії вийшли одразу два документальні фільми про Путіна. В одному він дав чітко зрозуміти, что за час его правління Крим точно не віддадут Украине. Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Криму Севастопу? Да что вы? С ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств. И не будет никогда. В другом фильме Путін моменты мне бы шкодуе про події 2014-го. Теперь он не говорит про захист російськомовного населення. Каже, что анексовать Крим его смусили захидные страны. Втім додает, что сведомо оценивав риски санкций и сейчас вирит в свою собственную выигрышную стратегию. Мне иногда кажется, мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно и подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко. Наши оппоненты, наши партнеры, они выработали очень правильную тактику и в известной степени, в известной степени, конечно, своих целей в тактическом плане добиваются, но я думаю, что в долгу мы все равно выиграем. Назар Ситник специально для Трим Реалії.